Бизнес для Лугского района не такой уж и малый. Деревоперерабатывающее предприятие в деревне Городок предприниматель Вячеслав Шилков организовал в 2013 году. Трудится здесь на сегодняшний день 15 человек. Зарплата выше среднего. Производят вагонку, блокхаус и другие строительные материалы из дерева. Производство образцово-показательное, потому в ходе рабочей поездки в Лугский район в Рио губернатора Станислав Воскресенский не смог обойти его своим вниманием. Мы так же делаем двери. Все тварь, дерево, пиленка. Все пасит. Двери мешков, банные. Последнее достижение предприятия – продукция прочно заняла свою нишу на рынке стройматериалов Ивановской области. Прежде всего из-за цены. Затраты на логистику меньше, а это сказывается на конечной стоимости товара. Каждый третий магазин в области, который продает продукцию, связанную с древесиной, закупает ее у нас. Отлаженная система сбыта – это важно, но не главное. Вячеслав давно хочет расширить цикл производства. Сейчас древесные материалы приходится привозить из соседних регионов, несмотря на то, что в том же Лугском районе огромные возможности по лесозаготовке. Но взять в аренду участок уже долгое время не удается. Хотя это помогло бы чуть ли не вдвое увеличить штат. Я знаю прекрасно, вышел закон в этом году, что леса, которые сейчас не в аренде, их передать в аренду желающим. Но почему-то не нарезают. Я знаю, что для этого нужно оплатить все работы по лесустройству. И почему-то не идут на встречу, не хотят. Выслушав предпринимателя, Станислав Воскресенский сделал всего один звонок. Удалось ли главе региона помочь в решении этой проблемы, пока осталось за кадром. Но если дело удастся сдвинуть с мертвой точки, в Лугском районе в скором времени появится первый в своем роде лесопильный комплекс. Наталья Гутарина, Денис Денисов, РТВ Иваново, Лугский район.